Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Масоны потребовали подвергнуть Милоново психиатрической экспертизе. Тюменские депутаты предложили подросткам бороться с суицидом позитивными занятиями, мыть полы, лепить пельмени. Самое популярное действие во снах россиян – умирать, сообщает Яндекс. Вот ужасы в РПЦ, выступили против захоронения Ленина. Традиционная подборка самых настоящих и немного безумных новостных заголовков в четверг. Это значит «Дневной разворот» Александра Асохина и Анна Лапшина. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, пройдемся по повестке нашего сегодняшнего дневного разворота. Запрет тестирования косметики на животных. Нужен он в России или нет? Я, как понимаю, депутат Госдумы прошлого созыва Сергей Доронин в свое время выступал о запрете контроля качества парфюмерно-косметической продукции, ее ингредиентов на животных. Сейчас снова поднимается этот вопрос. И будут у нас в гостях Елена Коваль, директор консультационного аналитического агентства «Биокосмос». Елена Коваль, я должна уточнить, будет у нас по телефону. А в гостях в студии у нас будет Екатерина Матанцева, генеральный директор компании «МИКО». Компания «МИКО» известна тем, что производит натуральную природную косметику. И Екатерина, собственно, одна из заинтересованных лиц в принятии законопроекта, поскольку в работе своей сталкиваются они с этими вещами. Да, и на нашем сайте эхокирова.ру и в группе ВКонтакте в связи с этой темой опрос «Тестирование косметики на животных в России надо запретить? Не надо запрещать? Мне все равно, неужели к этому привлекают животных?» Я думаю, что в преддверии второго часа мы результаты озвучим. Ну а пока что к первой теме переходим. В библиотеке имени Герсона открывается традиционная выставка «Вятская книга года». Ну и, как говорится, на сайте библиотеки это грандиозное событие в книжном мире, объединяющее авторов, писателей, художников, музыкантов, журналистов, краеведов. В общем, сейчас поговорим о том, кого объединяет, как происходит, насколько интересно это будет для наших жителей. У нас в гостях Светлана Николаевна Будашкина, заместитель директора библиотеки Герцена по научно-методической работе. Добрый день. Здравствуйте. И Вера Татаринова. Вера Татаринова, главный библиограф, руководитель книжной палаты библиотеки имени Герсона. Добрый день. Здравствуйте. Ну, рассказывайте. Ну, наверное, надо сказать о том, что это у нас традиционная выставка. Она у нас проходит уже в 19-й раз. Началась эта инициатива в 1998 году. И надо сказать, что наша библиотека была одна из первых, кто придумал такую выставку. То есть каждый год... Одна из первых в России. В России, да. Сейчас это практически во всех регионах. Вот приезжаешь, это уже неудивительно, уже традицией стало. Ну, мы гордимся тем, что мы были первые. А как идея зарождалась? Видите, у нас существует такая система, это называется обязательный экземпляр печатной продукции Кировской области. Он поступает к нам в библиотеку. Давайте поясним. То есть это те издания, которые в течение года выходят на территории Кировской области. Кроме этого, мы собираем и книги, которые выходят о Кировской области за ее пределами. Но вот на Виатской книге мы их показываем отдельно немножко. А Виатская книга, она у нас, кроме того, что демонстрирует все эти издания, которые мы получили за год, еще проходит конкурс. И за тот месяц, который она демонстрируется, вы не только можете посмотреть, что вышло, какие авторы у нас издали свои книжки, но и увидеть лучшие экземпляры. То есть в это время работает экспертная жюри, работает, эксперт, вернее, работает, работает жюри и выбирает лучшие книги по восьми номинациям. Кроме этого, есть специальные дипломы и есть такая номинация, самая интересная, наверное, это приз зрительских симпатий. Вот Вера Александровна, она у нас как раз занимается тем, что она собирает этот обязательный экземпляр. Она собирает этот обязательный экземпляр и, естественно, отвечает за эту выставку, собирает, естественно, отзывы, она работает с этим. И, наверное, может быть, об особенностях именно этой выставки Вера Александровна что-нибудь скажет. Вера Александровна, давайте. Дело в том, что, конечно, только наша библиотека в Кировской области может представить такой объем всей печатной продукции. И дополнительно сейчас это и электронный ресурс, оптические диски, потому что мы наделены таким правом получением обязательного экземпляра. Как областная библиотека. Это закреплено федеральным законом от 1994 года. И как раз вот за этот промежуток времени, что мы уже в 19-й раз проводим выставку, мы можем даже увидеть, как идет развитие типографского нашего и издательского процесса в Кировской области. Интересно видеть, какие авторы чаще печатаются у нас, потому что мы это уже сейчас можем проанализировать. Конечно, разные годы по-разному. Особенно, предположим, 2012 год у нас был наиболее наполненный. Сейчас мы можем сказать, что там более 1200 изданий представлено. За год? Да, за год в репертуаре местной книги. А на сегодняшний день, вот по выставке «Вятская книга-16» у нас 747 экземпляров. А почему такой спад, как думаете? Дело в том, что сейчас, конечно, финансовая сторона очень сдерживает. Кризис, казалось. И, конечно, то, что переход на электронный ресурс в интернете, чтение, это даже в этой степени, в какой-то степени сдерживает выпуск печатных изданий. Ну и ряд других еще моментов. Но все равно 747 экземпляров на момент открытия – это хорошо, потому что мы потом в дальнейшем всегда еще докомплектовываемся в нашем собрании. До 100 экземпляров, как минимум, происходит докомплектование. Узнают о выставке, приносят. Вот сейчас первые дни, и все равно уже понесут книги на выставку читатели, которые знают о книгах. Главное – авторы, потому что они понимают, что это в какой-то степени реклама. Мы целый месяц демонстрируем все книги, которые вышли на территории. И здесь как текстовые экземпляры, ноты, карты и заиздания. Это могут быть оптические диски. То есть все, что вышло от наших авторов и на территории Кировской области. Не только в Кирове, но и в районах. Вот то, что в этом году мы можем сказать об объединении Вятского государственного университета. Значит, у нас один раздел получается, не как раньше два вуза с экспозициями. У вузов свое издательство. Да, свои издательства. У нас вот среди учебных заведений наибольшая экспозиция – это Вятского государственного университета. Среди типографий – это Кировская областная типография, как старейшая библиотека нашей области, 220 лет отмечающая в этом году. И типография «Лобань» с издательством Веси. Среди издательств – это, конечно, в этом году в приоритете по количеству изданий. И, конечно, интересно очень издание «Издательский дом крепостнов» с Вятским книжным издательством. Это издательство «Буквица», издательство «Ократкое» и «Радуга Пресс». И, конечно, такие издающие организации, как наша библиотека, потому что мы издательский дом Герценко вместе с мини-типографией. Где-то около 50 экземпляров за год тоже у нас на нашей экспозиции. Но вот у нас такое количество издательств – это для региона достаточно? Это много? Как по сравнению с другими субъектами Федерации? Это много. Это много? Это много. Надо сказать, что наша Вятская земля, она очень богата талантами. Это не знаю, чем объяснить. То ли у нас такая природа, ландшафты, такие люди замечательные. У нас много певцов, художников, писателей. И издательская продукция у нас замечательная. Нам приходится ездить по другим регионам, и мы можем сравнить издательские возможности. Конечно, нельзя сравнить с Москвой и Петербургом, мы это делать не будем. Но если брать какие-то такие же региональные издательства… Равновесные такие города. То надо сказать, что у нас много издательств, и много издательств, которые издают на очень высоком уровне. Такие издательства, как «Ократкое», «Издательский дом крепостнов», «Буквица», они издают очень высокого класса издания. И такие возможности типографские, как областная типография, у них очень высокие. Дом печати «Вятка». Да, дом печати «Вятка». И когда приезжаешь в другие регионы, смотришь на их издания и думаешь, боже мой, ведь у нас такие молодцы, мы такие выпускаем шикарные издания. У нас недавно, кстати, во Владимире была презентация книг издательского дома крепостнов. Они выпустили альбом Владимира Суздаль. Они были потрясены тем качеством издания, качеством фотографий. И для них это был огромный подарок. Жители Владимира и специалисты. Да, это было в областной библиотеке, было также во Владимирской. И мы там выглядели более чем достойно. Понятно. Я предлагаю сделать сейчас небольшой перерыв, и мы вернемся, продолжим разговор о «Вятской книге года». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» продолжается. Анна Лапшина, Александр Рассохин и наши гости. Напоминаю, у нас в студии Светлана Пудашкина, заместитель директора библиотеки имени Герцена по научно-методической работе. И Вера Татарина, руководитель книжной палаты библиотеки имени Герцена. Добрый день еще раз. И продолжаем разговор о «Вятской книге года». Выставка, которая открывается у нас сегодня в 2 часа дня. Спасибо большое нашим гостям, что они нашли возможность все бросить и прибежать к нам. Более 750 экземпляров. Хотелось бы все-таки узнать. Давайте, если можно, проведем такой срез. Какие книги вообще издаются у нас? Это художественная литература, это специфическая научная литература. Может быть, еще что-то? В данном случае можно год от года говорить о том, что в большей степени у нас представлена на выставке такая тематика, как общественно-политическая литература, история, края, политика. Общественная литература. И краеведы в большей степени отражают краеведческий такой и исторический момент. Это больше всего интересно по истории нашего края. Многие авторы работают над темой малой родины. И вот многие издания вышли в 2016 году и уже прошли их презентации. В частности, у нас в библиотеке Герцена у автора из Зуевского района Черкова была презентация книги «Суна». Родное Вятское село представлено в этой книге и с интересом наши читатели в Герценке знакомились с этой книгой. Также, предположим, у Галины Бузанаковой вышла книга... Немножко затруднились. Ну ладно, сейчас подглядим. Сейчас подглядим. Скажите, о чем она? Бузанакова Галина Вадимовна. Она рассказывает о селе Рождественском Иранского района. И эта книга как раз говорит об истории этого села, о том, что именно в связи с таким феноменом, как деревня, где происходит становление человека, его взаимосвязь с природой, в большей степени такой феномен, как раз, считает Галина Вадимовна, и формирует человека, и заставляет в будущем жить в согласии с природой. Вот она как раз говорит о том, что нельзя терять связь, и стоит думать о судьбе деревни в целом не только тем, кто жил в какой-то конкретной деревне, но в целом даже на государственном уровне поднимать этот вопрос выживаемости деревни. И книга у неё называется «Пробудись душа». Конечно, как педагог, значительная часть в этой книге ещё рассказывается в значительной части и о преподавателях, учителях этой школы с таким уважением. И мы сами тоже, когда говорим о том, что какие учителя нас учили, и сразу же вспоминаем их и думаем, да, на самом деле, сейчас этот вопрос недаром поднимается. Учителя и образование всё-таки на порядок выше было в наши 80-е, 70-е годы. И сейчас, наверное, вот на самом деле. И эта книга говорит о том, что нам нужно думать об образовании в целом тоже и у нас в области, и в государстве. То есть, если я правильно понимаю, это такая публицистика, да, получается? Да, в этом смысле есть. Ну, больше, конечно, очень много учебных материалов. Большая часть выставки – это не художественная литература, конечно. Много учебных материалов, вот именно краеведческого, исторического плана. Сейчас стали очень хорошо издавать районы. Вот, например, у нас уже два года подряд был уржумский вектор, потому что уржум издаёт лучше всех и больше всех, да, благодаря поддержке вот главе района. Виктор Васильевич Силин, он понимает, что свой район надо продвигать, надо поддерживать, и у них выходит очень много краеведческих хороших, хорошего качества издания. Это и краеведческие сборники, и тематические, посвящённые знатным людям, каким-то историческим событиям. И художественную литературу местные авторы издают. Кого вы, может быть, ещё могли выделить из авторов, кто, возможно, получил признание на федеральном уровне? Есть такие у нас? Ну, на федеральном уровне самый известный – это у нас Владимир Николаевич Крупин. Давайте не будем о нём забывать. Ну и среди тех, кто живёт у нас в Кировской области, это Владимир Сантьевич Ситников. Всё-таки здесь у него и новая книга. Три сестры, Илья, Васька. Эти все авторы, они представляют на этой выставке свои новые работы? Да, и у Крупина есть нынче на выставке его издание, потому что как раз отмечали 75 лет со дня его рождения. И у Владимира Арсеньевича Ситникова есть на выставке две книги. Он рассказывает в одном из томов о Мурашинском районе. И вторая книга – это художественное произведение «Три сестры, Илья, Васька». Читается тоже очень с интересом, потому что он здесь обратился как раз к современности, к поколению детей и подростков перестроечных лет и послеперестроечных, как они взрослели, как складывалась их судьба. А вот тот, кто, говорят, начинал читать эту книгу, и я тоже ее взяла и прочитала, оторваться, в общем-то, невозможно читать. Но вот эта художественная литература, а каков ее процент? Вы сказали, что немного. Так, нет. Вы знаете, вот если сейчас мы говорим, что 747 изданий, то мы здесь около 90 экземпляров художественной литературы на нашей выставке уже имеем. Это где-то 14-15% всегда на последних выставках из общего количества. Вот наши поэты и прозаики стараются держать литературную марку. Можем ли мы говорить о том, о проценте, не знаю, художественной литературе, как вообще все распределяется по жанру? У нас больше поэтов. Больше поэтов все-таки. Отлично. Природа, наверное, вятская вдохновляет. Да. По поводу издания, вот, кого бы могли выделить? Ну, вы уже сказали, что там Дом крепостнов, да, если я не ошибаюсь? Буквеца, Буквеца. У нас много очень... Вот Украткая, я помню, Вятская далеко два года назад вроде бы особенно его отмечали. Да. Ну, видите, как мы вам сейчас можем говорить о лучших книгах, если у нас выставка еще не открылась? Еще год. Приходите на выставку, посмотрите и проголосуйте. У вас есть такая возможность. То есть, при зрительских симпатии он у нас существует. Каким образом это происходит? Ну, само голосование. Вот я пришел в библиотеку на выставку. Да. Здесь у нас в этом году впервые два варианта. Во-первых, можно прийти на выставку, и у нас есть листочки. Или вы свой листочек возьмете, посмотрите, обойдете всю выставку и выделите издание, которое, на ваш взгляд, следует отметить как лучшее издание года на этой выставке. Это может быть художественное произведение, если вы считаете, это может быть учебное какое-то произведение, научно-популярное произведение. Это ваше усмотрение. Второй вариант. Впервые в этом году мы хотим сделать еще голосование у нас на сайте. То есть вот сейчас путем таким подбора с экспертами, с некоторыми студентами Вятского государственного университета, мы отобрали ряд изданий, где-то около 30, сканировали обложки, дали краткую аннотацию. С понедельника разместим у нас на сайте. То есть вот выставка будет работать, и на сайте эти издания представлены. 30 изданий? Около 30, да. Любой может выбрать, ну, не злоупотребляя, конечно, не каждый день. А, то есть у вас защиты-то нет, да, тех, кто любит голосовать по много раз. Будет, там, значит, с одного, там, предположим, адреса можно будет отправить, ну, предположим, там наши автоматизаторщики это делают, вот, чтобы каждый день не голосовать, но вы можете проголосовать за какую-то из этих книг, или, если вы знаете уже какую-то книгу 2016 года, вы можете послать свой отзыв дополнительно к этому. Обратите внимание, члены жюри, вот на такую-то книгу. Я предлагаю выделить еще ее на диплом читательской симпатии. То есть это каждый житель Кировской области и за пределами Кировской области может принять участие вот в таком интернет-голосовании. То есть там будет адрес указан электронный, по которому можно отзывы свои направлять. Да, да, на сайте библиотеки имени Герцена. Будет выбран один победитель. Да, читательские симпатии, это всегда книга одна. Одна. А по прошлым годам, можем сказать, все-таки становятся какие? Ну, вот в прошлом году... Не всегда совпадают. Не всегда совпадают. Не всегда совпадают. Не всегда совпадают. Да, не всегда. Была книга, посвященная теме Великой Отечественной войны. Автор из Пижанского района. Она рассказала о своих земляках, участниках Великой Отечественной войны. Церегородцева, Валентина Церегородцева. Вот эта книга по отзывам читателей, которые собрались у нас по письмам из района и по отзывам на самой выставке, получила специальный диплом. Читательские симпатии. Вера Александровна, еще скажите, пожалуйста, как это происходит? Ну, то есть, вот пришел человек на выставку, да, все-таки 700 с лишним экземпляров, ведь ему надо все обойти. Обычно люди как решение принимают? То есть, они смотрят на обложку, на полиграфию, на оформление. Понравилась эта картинка? Ну, вот ты открыл книгу, 700 книг открыть, я себе не представляю. Это у вас жить надо в библиотеке. Целый месяц. Конечно, конечно. И мы, дежурные библиографы, здесь стараемся помочь. Спрашиваем сначала, предположим, в каком вы вместе родились или ваши родители? Есть ли у вас какие-то интересы к какому-то родному месту в нашей области? Знаете, зачастую говорят, вот Вятские поляны, вот, пожалуйста, у нас есть издание о Вятских полянах. Или говорят, предположим, вот Белая холуница, пожалуйста, смотрите, что у нас есть. Практически всегда, когда так приходят, всегда мы можем что-то порекомендовать. Вот они уже, если это видят и сразу же обращают внимание, что книга хорошая, возможно, они даже как раз ее и выбирают. Или, если, может быть, такой читатель-краевед, то мы показываем ему издания самые интересные, краеведческие, исторические по истории и культуре края. Он тоже их смотрит. Некоторые студенты обращают внимание на учебную литературу там. Или очень много молодежи приходят и спрашивают, что у вас есть по спортивным новинкам о спорте. Тоже показываем. И в данном случае, вот, и на нынешней выставке у нас где-то около 10 книг по спорту представлено за 16-й год. Можно тоже посмотреть и ряд интересных изданий. Но вот таким образом, некоторые ведь приходят на выставку и уже знают какую-то книгу. Они знают, что такое корпус проводится. Читатели, они же в течение года ходят, они же знают. Да, и поэтому они уже хотят проголосовать и выделить какую-то книгу. Это ведь тоже очень хорошо. Личные предпочтения бывают. А приобрести можно ли на выставке издания? На выставке, как правило, у нас некоторые годы проводилось, когда в закрытии выставки мы объявляли ярмарку. Приходили наши издатели, приходили авторы со своими книгами. Автограф можно было взять. Да, и автограф можно было взять. Сейчас у читателей, которые приходят к нам, как правило, не очень финансовая сторона такая хорошая. Не готовы пока покупать. Да, покупка не готовы. Посмотреть, почитать. Можно же сесть и полдня провести у нас на выставке, читая даже одну только книгу. А, то есть это не возбраняется. Можно взять выставочный экземпляр, сесть, прямо сидеть и читать. Конечно. Это же такой экспонат, который вот в руках держи, смотри, листай, читай. Книгу для того, чтобы её читали. Да, и приходи ещё в другой день какой-то. В воскресенье мы работаем. Поэтому, если дальше библиотеки разрешат, мы всегда мечтали и мечтаем об этом, открыть книжный киоск. Вот тогда наши авторы могут принести это издание. А тут на выставке, если автор желает, он оставит свои координаты или издательство оставляет на книжке свой адрес. И мы говорим, вот, посмотрите, вот есть данные. Или издательство, или автора. Вы можете им написать, договориться. Вы с ним встретитесь, даже если у нас в библиотеке. Денежки принесёте и купите у этого издательства нужную вам книгу. В общем, вы проводником поступаете, получается. Да, да. Мы помогаем всегда приобретать. Ещё есть книжный магазин «Роспечати». С ним мы тоже очень тесный такой контакт имеем. И у нас в жюри сотрудник «Роспечати» есть. Как раз она может всегда говорить о том, какая книга лучше всего продаётся. Вот на книжном рынке или издательство, вернее, или книжный магазин «Золотой век». Вот они тоже приходят и смотрят наши книги, какие есть, и что можно в книжный магазин тоже к себе получить с авторами, согласуя эту продажу. То есть вот такие варианты, конечно, мы тоже стараемся продвинуть. Говорим мы о ежегодной книжной выставке «Авиатская книга года», которая открывается сегодня в 2 часа. 750 практически изданий, и в том числе будут выбраны лучшие в 8 номинациях, если не ошибаюсь. И об этом мы как раз поговорим после небольшой рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» продолжается, и продолжаем говорить о традиционной выставке «Авиатская книга года» со Светланой Пудашкиной и Верой Татариновой. Это библиотека имени Герцена у нас сегодня в гостях. Сегодня и открывается эта выставка. В 8 номинациях будут отобраны лучшие издания за прошлый год. Какие это номинации и люди, которые будут отбирать? Жюри и эксперты, кто эти люди? Номинации у нас определены положением о конкурсе, но они год от года могут немножко варьироваться. Тогда, когда собираются члены жюри, этот вопрос обговаривается. А так традиционно мы говорим «Книга события». Вот это то, что самая книга лучшая, что у нас в этом году есть. То есть это самая главная, получается, номинация? Самая главная. Затем также одна из главных – «Книга года». Лучшее издание, посвященное краю. Номинация следующая. Лучшее художественное произведение, паразаическое. Лучшее художественное произведение, поэтическое, поэт года. Лучшее издание научное, потому что у нас очень много монографий, научных изданий, которые представляют наши учёные. Это тоже здесь есть номинация. Лучшее учебное пособие, номинация, потому что много учебных пособий, как вузовских, так и для общепрозывательных школ, средних профессиональных заведений. Это вот номинация по учебным. Лучший художник. Оформление. То есть, да, оформление, дизайн книги. И здесь могут быть ещё какие-либо варианты. Предположим, лучшая книга по искусству. Или мы в прошлом году отмечали книгу, посвящённую Великой Отечественной войне. Также номинацию. То есть это вот зависит… Специальные такие номинации. Нет, да, от года, когда мы проводим этот конкурс. И приз зрительских симпатий. Да, и ещё у нас есть читательские симпатии. Такой диплом тоже. Это уже не жюри, это уже только читатели. Жюри здесь уже, извините, решение не принимают. Не имеют влияния и решающего слова. А эксперты, кто эти люди? Эксперты. Это, как правило, в экспертный совет включаются наши полиграфисты, издатели, писатели, краеведы. Учёные. Да, учёные, представители общественности. А членов жюри мы в последнее время, вот извините, не стали список давать на сайте, потому что некоторые наши авторы, к сожалению, почему-то считают возможным позвонить. Ага, значит, начинается позвонить. И да. То есть такие случаи были. Случаи такие были. И у нас только почётный председатель жюри, Владимир Николаевич Крупин, он старается приезжать к нам на выставки или на открытие, или на закрытие. Вот первейшими его заместителями, или даже так, сопредседателями. Вот мы их можем назвать. Это Галина Олеговна Галицких и Надежда Павловна Гурьянова. Все остальные члены жюри мы стараемся уже не афишировать. Победители этих номинаций, что они получают? Ну, понятно, там, диплом или грамота и ещё что-то. Они получают диплом и небольшой сувенир. Раньше у нас был такой кристалл в форме книжечки, да, но потом мы пришли к фигурке человека Дымковского, скажем, нашей игрушки, который держит книгу. Мы называем его Герцаном. Герцаном? Да. Ой, это интересно, слушайте. На нём написана вятская книга, соответственный год какой-то, и мы вручаем вот восемь таких статуэток. В этом году мы должны высказать большое спасибо нашим спонсорам, потому что кризис в стране, кризис в регионе сказался и на финансировании, в том числе и нашего конкурса. И мы очень благодарны областной типографии, которая выступила спонсором и поможет нам сделать и пригласительные дипломы, и для того, чтобы мы не снизили, скажем, наши призывы. Уровень, да, конкурса. Бюджетного финансирования в этом году нет. Ну, видите, бюджетное финансирование есть на библиотеку, да, а раньше была так называемая господдержка самых имиджевых мероприятий, да, в этом году вятскую книгу не поддержали. Если говорить о программе мероприятий, сегодня в два часа стартует, те кировчане или гости города, которые придут, что они увидят? Ну, то есть какое-то будет всё равно открытие, церемония? У нас бывает церемония открытия, она не очень большая, может быть, у нас более торжественное это закрытие, когда призы, авторы, участники все приходят, и выставка начинает работать в рабочем режиме. То есть у нас практически каждый день что-то проходит, у нас проходят мероприятия не только в библиотеке нашей Герцена, да, они проходят по всей области, и если вы посмотрите нашу программу, есть мероприятия, которые проходят в небольших посёлках, в деревнях, мы тоже это включаем в программу нашей «Вятской книги», потому что это областные дни «Вятской книги». Надо напомнить ещё режим работы библиотеки. Значит, с понедельника по пятницу можно прийти, ознакомиться с экземплярами, представленными на выставке, с 12 дня до 7 вечера, да, и по воскресеньям, для тех, кто плотно работает в будни, тоже можно это сделать с 10 утра до 5 вечера, да? Да, да. Да, ещё экскурсии, если есть. Каждый вторник, да? Да, если есть желание группой прийти на экскурсию, каждый вторник с 11 часов часовая экскурсия, и в воскресенье с 12 часов также часовая экскурсия по библиотеке, это, конечно, бесплатно. Все мероприятия, которые проводим мы в рамках областных дней «Вятской книги» и на этой выставке, конечно, они бесплатны, потому что зачастую спрашивают, экскурсия платная? Нет, конечно, нет. Ну и посещение выставки, как я понимаю, тоже бесплатно. Ну что, сегодня... О, слушайте, у меня важный вопрос. Скажите, пожалуйста, а надо иметь читательский билет, чтобы к вам попасть на выставку? Вот такой вопрос. Но на самом деле он может быть глупый, но тем не менее. Нет, конечно, мы все эти годы всегда приветствовали, в том числе и тех, кто приходил на нашу выставку, не будучи читателем библиотеки. Но в данном случае мы, конечно, заинтересованы, чтобы к нам человек уже пришел и был читателем. Большинство приведет читателей, да, но если у него нет билета, он хочет посмотреть выставку, он, конечно, попадет. У нас на эту выставку приезжает даже из других регионов, когда приезжает сюда, в Киров, и видит, что у нас в библиотеке эта выставка работает, приходят, знакомятся, поражаются, оставляют отзывы в книге, отзывы, говорят, вот знаете, у нас в регионе такого месячного просмотра никогда не было. Много посетителей вообще бывает на выставке? Ну, как правило, для того, чтобы, вот так сказать, это более тысячи, более тысячи проходит. А если еще учесть те мероприятия, которые проводятся в рамках областновиатской книги, то это, конечно, еще в несколько раз больше по количеству. Благодарим наших гостей Светлану Будашкину и Веру Татаринову в библиотеке имени Герцена, где сегодня в 2 часа дня открывается ежегодная книжная выставка «Вязкая книга года-2016». 750 примерно изданий будет представлено, которые издавались на протяжении прошлого года, и на протяжении месяца будет эта выставка работать. Вы можете ознакомиться. Всех приглашаем. Спасибо большое нашим гостям. Первый час завершается. Сейчас будут новости, тематические программы. И с новой темой мы с Анной Лапшиной вернемся уже в 12.05.